Мир плохих игроков представляет. Скучно во времени... Зло во времени суток. Рачки, скиловички. С вами, как всегда, я. Скучная линия 2060... 6! А почему же всё так тленно и серо, спросите вы? А я вам отвечу. Поиграл я на лёгком танке 10 уровня. Ну и по логике ведь должно было быть как? Тве-тве, дорогие друзья. С вами Паша Грей 921. И сегодня я так поразвлекался спутсами на ЛТшке. Настроение просто шикарное. Прямо как моя новая позиция. Но почему же у меня всё не так? Да потому что я поиграл на немецком лёгком танке 10 уровня. Rheinmetall Panzerwagen. Ну или как я его называл на стриме... Рамштайн. Но всё же, как мне кажется, более каноничным для него будет название Panzerwagen. Ну, потому что оно более красивое и мужественное. Ах, хотя кого я обманываю. Позвонил Тель Линдоман и сказал, что если ещё хоть раз я обзову танк названием их группы, то он снимет со мной вторую часть клипа Пусси. Ну и поэтому Panzerwagen. Почему же мне скучно от игры на нём? Танк плохой? Да вроде бы нет. У танка хорошие динамические показатели. Максимальная скорость 75 км в час. Удельная мощность. Скорость поворота. Всё у танка в этом плане на высоте. Ну и вообще, танк по динамике среди лёгких танков 10 уровня занимает второе место. Может проблема тогда кроется в орудии? Да и тут танк не подвёл. Неплохая стабилизация, отличная точность, быстрое время сведения, хороший УВН. Альфа, правда, в 360. Это, конечно, неплохо. Но всё же до нерфа было 390. И это, как мне кажется, всё же для этого танка было каноничнее. Но назвать это недостатком всё же язык не поворачивается. И, кстати, у танка ещё есть в запасе уникальные фугасы с пробитием 120 мм. А значит, мы можем зайти кому-нибудь в корму и выбить свои долгожданные 50 единиц урона. Но зато потом хвастаться друзьяшкам. Как ты, Мауса, сваншотил в жопу прямо на ходу. Ну а если серьёзно, то Грили-15, Борщи и те же лёгкие танки будут иной раз охреневать от ваших махинаций с фугасами. Да и, кстати, насчёт бортов и кормы некоторых танков это действительно не шутка. К тому же Т-125 пару раз неплохо так зашло в борт. Но всё же, несмотря на всё это, танк скучный. Геймплей на нём настолько унылый, что иной раз задумываешься, а я точно на лёгком танке играю? Может быть я окончательно шизанулся и уже не могу отличить ПТ-САУ от ЛТ? Что я имею в виду? Сейчас объясню. Итак, мы имеем хорошую динамику. Это факт. Но реализовать её на полную мощь в целях разведки мы не можем. Потому что танк, как и следует лёгкому танку, брони не имеет. А вот громоздкий размер, пожалуйста, в наличии. Что не даст нам возможности нормально посветить. Да, конечно, можно летать по центру Прохоровки, как Сергей Вспышка во время фертильного периода. Но тогда учтите, что вы будете собирать на себе фокусы-чпокусы от танков противника. Ведь главное, промазать вас будет не сложнее, чем утонуть на земле Рубикона. Главное, что панзерваген точно не особо пригоден для ведения активного света. Я всё же считаю, что если светить на этом танке, то только пассивно. И то стоит учесть, что не за каждый куст мы сможем встать, но всё же благодаря хорошей динамике, мы можем быстрее всех занять выгодную позицию. Из ТТХ орудия сразу видно, что танк прежде всего направлен на нанесение дамага. И с этим как раз-таки проблем не возникает. Очень приятная в обращении пушка, как я уже оговаривал, с отличной точностью и неплохой стабилизацией. И вот как раз-таки отсюда и возникают все траблы. Ведь чтобы идеально реализовать достоинство своего орудия, нужно держать дистанцию. Знаете, наш танк является полной противоположностью американскому собрату Шеридану, обзор которого вы можете посмотреть на моём канале. У этих танков один общий недостаток. Это крупные размеры, как для ЛТ. Но только чтобы реализовать фугасницу американца, нам нужно сближаться. А в случае панзервагена, у нас тут всё наоборот. Чтобы дамажить и жить, нам нужно вести себя как аутист. Отделяться от основной массы живности подальше. И вот по своей этой специфике, танк мне очень напоминает Леопарда. Немецкий средний танк 10 уровня. Только вот если у Леопарда орудие превосходит пушку Рамштейна в ДПМе, пробитии, точности, то панзерваген Леопарду может ответить только одним преимуществом. Это динамика. И вот тут назревает вопрос. Что лучше? Более лучшая динамика или всё же более мощная пушка? На мой взгляд, тут выбор очевиден. Я отдаю своё предпочтение Леопарду. Кто-то скажет, что кортавая орачина совсем с катушек съехала, сравнивает ЛТСТ. Вот да он, сука, мля. Всё потому, что он пива не пьёт. Им не мыслит как мужик, а баба кортавая идёт её конём, млядь. Ну а что мне ещё остаётся делать, если по своей специфике, панзерваген действительно представляет из себя какую-то демоверсию Леопарда. То есть на первых порах боя занимаем выгодную позицию для отстрела, и, собственно, всё. Я никакой разницы между этими двумя танками не обнаружил. Поэтому играть мне на нём попросту неинтересно. Ведь если лёгкие собратья 10 уровня обладают какой-то фишкой, которая располагает к себе внимание, ТСТ УЛТ – прекрасная динамика, отличная маскировка и броня. АИМИКС-13105 – орудие с барабаном. Шеридан – фановая фугасница. А панзерваген – ПТ-шка с динамикой? Ну, не знаю. Я, как владелец Леопарда, попросту не вижу смысла выкачивать немецкую ЛТ. Конечно, если вы любитель подобного геймплея, вам нравится Т67, вам когда-то нравился Хелкотт и подобного плана танки, то, может быть, вы и найдёте в этом танке что-то интересное. Но лично я не такой уж и большой любитель ПТ-САУ, я больше любитель активного и бодрого геймплея. Ммм, бодрый актив. Но, конечно же, я не хочу сказать, что этот танк неиграбельный и плохой. Нет, просто как лёгкий танк он неинтересный, он ничего из себя не представляет. Он получился серым, причём как снаружи, так и внутри. Цвет его окраса как будто бы отражает всю тленность геймплея. Занял позицию, свёлся, выстрелил. И это называется лёгкий танк. Мда, я ожидал чего-то большего. Но всё же, если вы вдруг решили поиметь этот танк у себя в ангаре, то сначала убедитесь, чтобы год его производства был не менее чем 18 лет назад. Ну и помните, что ваш союзник — это дистанция. Благодаря своей динамике занимайте какой-нибудь куст и реализовывайте плюсы своего орудия, а именно точность. Кстати, забыл отметить, что и обзор у танка очень даже ничего, 430 метров, что позволит вам иной раз обнаруживать танк противника ещё до того, как он увидит вас. И при грамотном использовании механики игры, то есть 15 метров от кустов, 8 метров от шкуригиной и так далее, вы можете неплохо так нагнуть. Ну и про свет тоже не стоит забывать. Иной раз, когда вы, например, являетесь единственным зрячим на фланге, то просто перекатывайтесь от куста к кусту и светите пассивно. И, конечно же, сейчас найдётся в комментариях персонаж, у которого единственным лёгким танком в его жизни был МС-1, но при этом он будет прояснять, что он светил на этом танке активно и нормально так ездил, и изи выполнял ЛБЗ на тесте. Окей, ваше право, но потом не удивляйтесь, что вы собираете каждый снаряд от противника. Как показывает практика моей игры на тесте, промазать в этот танк сложно, даже когда он несётся на полном ходу. Взять упреждение и попасть в эту гробовозку действительно труда не составляет. Поэтому, как по мне, всё же легче на этом танке светить пассивно и играть в ПТшку. Ведь видно, что разработчики при балансе этого танка делали упор на орудие. Однако учтите, что пробитие данной пушки не то, что как у ПТ, даже не как у СТ-10. 246 мм под калиберным снарядом. А это говорит нам о том, что мы не каждую цель пробьём издалека, поэтому, чтобы пробить того же Мауса или ИС-7, нам иной раз придётся пойти на некоторые уловки. Например, обойти с фланга, если есть такая возможность. Ну или просто зарядить голду, всё-таки кумулятивы в 280 мм пробития, я думаю, этого вполне хватит, чтобы не оставаться безобидным. Подводя итог, опять же сразу скажу, что Панзерваген это самый скучный и непонятный ЛТ-10. Такое чувство, что этот танк сам не знает, что он такое. То ли это лёгкий танк с динамикой, то ли это стеклянное орудие типа Леопарда, или это разрядка орудий противника, не знаю. Но мне танк не понравился. И не потому, что он плохой, а потому, что он скучный и не имеет в себе никакого смысла. Если вы хотите себе танк-снайпер, чтобы у вас было точно орудие и при этом динамика, которая позволила бы вам занимать шикарные позиции от Маракаси, то лучше обратите своё внимание в сторону того же Леопарда. Я знаю, что я уже задолбал вас этим семейством кошачьих, но реально, чтобы его выкачать, нужно куда меньше опыта, чем просят за Панзервагена, да при этом у него ещё и орудия хуже в ТТХ, хотя стиль игры такой же. И я ещё хочу добавить такую мысль. Мне почему-то кажется, что немецкая ветка ЛТ в сравнении с другими немного деградировала. То есть на замену облегчёнки пришёл топовый лёгкий танк с самой лучшей динамикой и маскировкой на уровне, и плюс к тому же с бронёй. Американцы обзавелись более комфортной фугасницей, французы получили свой арсенал барабанщика, который имеет адекватную стабилизацию и точность в сравнении с тем же АМИКС 1390 образца восьмого уровня. Китайцы пусть и не стали новаторами, но как минимум усилили концепцию своего топа. А вот немцы, вот раньше на восьмом уровне топом была РУ-251, которая имела максималку 80 км в час и при этом низкий силуэт. И что тут греха-то ведь, попасть в неё было достаточно сложно, и вполне себе на ней можно было посветить и поездить. А вот сейчас мы имеем вполне себе обыденный танк с типичным для стеклянных танков геймплеем, да ещё и с большими размерами. Качать панзерваген или нет, решать конечно же вам, но в свою очередь не забывайте, что всё сказанное мной это сугубо моё мнение, и если вдруг оно отличается от вашего, то виноваты в этом не логопеды, а различия нашего мышления и взглядов на игру. Собственно, что вы думаете о панзервагене? Напишите в комментариях. А пока что не забудь поставить лайк или дизлайк этому видеоролику, пожалуйста, можете также посмотреть и предыдущие обзоры ЛТ-10, а также вступайте в обитель ДНа в контракте и нажимайте кнопку подписаться, чтобы раком не остаться. А ещё в этой исчадии ада не забудь ткнуть, чтобы получать уведомления о новых картавых видео. Спасибо за просмотр и удачи на даче! Субтитры подогнал «Симон»!